Доброго времени суток! Итак, давайте выберем сыщиков для следующего боя. В следующем бою у нас... В следующей игре мы будем участвовать в бою, даже не знаю как. Мы будем пытаться предотвратить пришествие в нашего мира обхода. Давайте сначала почитаем у последователей. У обхода нету человеческих последователей. Верните всех культистов в коробку в начале игры. Это значит, что все наши 7 культистов, 6 из базовой игры и 1 из дополнения, выходят из этой игры. Так что мы возвращаем их в коробочку. Далее. Читаем. Поставьте троих детей обхода на этот лист. Дети обхода, которые побеждены, возвращаются на этот лист. Они никогда не могут быть взяты как трофеи. Даже если у вас есть возможность брать в качестве трофеев монстров со способностью неисчислимость. Также дети обхода не идут в лимит монстров. То есть, дети обхода может появиться даже тогда, когда у нас уже превышен лимит монстров в городе. Вот как они выглядят. Вроде бы три одинаковых монстра. Но у каждого разные способности, которые мы узнаем в течение игры. Не будем сейчас на этом останавливаться. Теперь давайте прочитаем его способность в течение игры. Обминейшн сетом у нас будет от роди. Пока обход спит каждый раз, когда происходит наплыв монстров, поставьте случайное дитя обхода на врата, откуда происходит наплыв. Если все три дитя обхода находятся в игре, увеличьте уровень ужаса на 2 и добавьте 1 жетон безысходности на трек безысходности древнюю. Всего у него 11 значений на треке. Его модификатор боя равен минус 4. Также у него сопротивление к магии. Ну, а так мы посмотрим, если дело дойдет до финальной схватки с ним. Также у нас осталось 6 сыщиков, из которых мы выберем 2. Это у нас двое мужчин и 4 девушки. Мы добавим их всех в мешочек. Вот. Берем. Добавляем. Даю. Так, вытягиваем. Первым игроком у нас будет Джим Кулливер. А вторым – Диана Стэнли. Давайте посмотрим. Вот Диана Стэнли у нас как раз первая оказалась. И теперь давайте найдем Джима Кулливер. А вот Джим у нас оказался третьим. Давайте посмотрим на Джима. Джим начинает в столовой вельмы, а Диана начинает в магазине. Фиксированное имущество 3 доллара. Ну, фиксированное имущество мы дадим после того, как разберемся с союзниками. Как вы помните, у нас лимит союзников равен... Наш лимит союзников равен... Равен, равен, равен 11. Так что давайте выберем 11 союзников. На этот раз я не буду выбирать их случайно. Я их выберу специально. Во-первых, сразу же оставляем всех союзников, которые дают бонусы к схватке. Это у нас Ирл Сайер. Кто еще у нас есть? Так, нет, нет, нет. Так, Том Гара Мёрфи. И тоже наш любимец Томас Малон. Так, этих троих мы оставляем. Давайте дальше посмотрим, кто бы нас заинтересовал. Также я оставляю профессора Райса. У него хорошая способность. Каждая нестабильная локация получает по улике. Также я оставляю Эмми Пирса, потому что он позволяет нам сэкономить 1 единицу 1 сутка. Также, кого бы нам еще оставить. Так, 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 давайте еще посмотрим, кто бы нас еще заинтересовал. Дюка и сэра Вильяма Брайантона мы оставим в качестве союзников, так как они повышают максимальные показатели здоровья и рассудка. Итого у нас 7. Нам нужно еще 4. Так, возьмем обязательно профессора Армитажа, потому что он позволяет нам эгренарировать сопротивляемость к магии. Давайте, если мы взяли сопротивляемость к магии, возьмем и... Хотя я даже не знаю. Ну, давайте возьмем Ричарда Пинкмана. Пинкмана, то есть... Так, 3, 9, еще двое. Еще двое. Кого бы из вас двоих из... Павшихся двое. Так, давайте возьмем Карину Джонсон. Она нам дает навык. И теперь нам надо выбрать еще одного. Еще одного. Так, и давайте возьмем Зеблона Уотли. И вот это будут наши 11 союзников на текущую игру. В следующей игре я выберу их случайно. Так, пока поставлю паузу и дам фиксированное имущество нашим сыщикам. Итак, я установил ползунки по своей стандартной схеме, раздал рассудок здоровья и начальное фиксированное имущество. Например, в случае Джима Кульвера, который будет нашим первым игроком, это 3 доллара, 3 улики и золотая труба. Золотая труба, это то же самое, как и заговоренное ожерелье. Она позволяет нам экономить, сэкономить 3 единицы рассудка. В случае Дианы, это 4 доллара, 2 улики и членство в ложе серебряных сумерек. Также она не может потерять свое членство в ложе серебряных сумерек. Другие их способности мы рассмотрим по мере подвижения игры. Итак, давайте раздадим случайное имущество. В случае Джима, это 2 заклинания, 1 обычная вещь и 1 навык. В случае Дианы, это обычная вещь, заклинание и навык. Так, смотрим, что же попалось Джиму. Так, Джиму попалось новое заклинание. Квест введения. Наложите и истощите после завершения вашего движения, чтобы получить все улики, которые находятся по соседству с вами. По соседству, что имеется в виду. Вот вы, например, находитесь в доме ведьм. Значит, вы получите и улики, что находятся в ложе серебряных сумерек. Выгоднее всего эту фишку, конечно, провернуть в Данвиче, потому что у нас есть тут одно такое соседство. Neighborhood, где находятся аж 3 нестабильных локации. Далее, давайте посмотрим, что же еще у него есть. Так, Великая Блокировка, тоже новое заклинание из ужаса Данвиче. Модификатор наложения минус 2 и цена 2 единицы рассудка. Магическое заклинание. Вы можете наложить это и выбрать любой знак измерения, кроме Луны. Все монстры с этим знаком измерения возвращаются в пул монстров. Тоже хорошее заклинание. Смотрите, у него нету боевых заклинаний и оружия пока что, но у него очень хорошие заклинания. Так, теперь давайте посмотрим, что за уникальная вещь. А вот уникальная вещь у нас, это тоже новая из ужаса Данвича, это карабин. Карабин нам позволяет получить плюс 5 к проверке боя. Кроме того, он занимает одну руку, но недостаток в том, что он истощается. То есть, мы можем использовать его только в бою против одного монстра. И также, смотрите, я поставил ему удачу на максимум, а у него еще такая фишка оказывается, как спрятанное местечко. Когда вы проходите тоже новый навык из ужаса Данвича, кстати, у него все карты из ужаса Данвича пока что, когда вы проходите проверку удачи, добавьте плюс 1 к каждой выпавшей кости для проверки на успехи. То есть, к примеру, бросок кости с значением 3 становится 4, а бросок кости со значением 4 становится 5 и 6. То есть, это как бы перманентное благословление только для удачи. Джим Кулевер, соответственно, у нас будет собирать улики, собирать улики, отправлять монстров в Освояси и кое с кем сражаться. Теперь давайте посмотрим, что же попалось Диане. Сначала смотрим обычную вещь. Это у нас автоматический пистолет. Хорошая. Так. Вызов Шантака. Минус 1. Модификатор наложения минус 1. Цена рассудка 1. Магическое заклинание. Тоже из ужаса Данвича. Наложите, чтобы получить 1 пункт движения. Кроме того, вы можете покинуть или закончить ваше движение в локациях или в местах, где находятся монстры, без того, чтобы вступать с ними в контакт. Тоже хорошее заклинание. Классное, кстати. Ну а навык у нее такой, из основной игры, плюс 1 к скорости. Довольно-таки хороший навык, учитывая то, что у нее слабенькая скорость всего 3. Ну и на этом почти все, связанное с подготовкой. Давайте решим карту мифа. Это у нас карта из базовой игры. Подъем рельефа. Это у нас карта. Карта среды, она останется в игре. Так, улика появляется в историческом сообществе. Давайте добавим. Как-то неправильно я читаю карту, но так забавнее. Так, и портал открывается в лесах. Отсюда мы убираем. Смотрим, куда же нас идет портал. На плато Лен. И давайте-ка выберем монстра. Монстром у нас оказывается Чернокнижник. Ставим его сюда. И раз, так как он стационарный монстр, никто не передвигается. Сложность боя со звездными отродними маньяками возрастает на единицу. И сложность закрытия или запечатанная портала в рельеф возрастает на единицу. Пока эта карта есть. Ну и на этом, собственно, подготовка к игре. Так, еще добавим один жетон на трек без исходности. Подготовка к игре завершена. Продолжение следует...